Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью плюс 9-14, в горах плюс 4-9, днём до плюс 29 тепла. И местами до плюс 20. Черкесский без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью плюс 12-14, днём плюс 25-27 тепла. Наша республика богата талантливыми людьми. Даже имея основные специальности, люди огромную часть своего времени посвящают своим творческим увлечениям. Одна из них – Марьян Баташова. С раннего детства она пишет стихи и уже выпустила несколько книг. О своих произведениях и вдохновении в эти минуты в нашей студии она расскажет моей соведущей Белле Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Марьян. Вы уже автор двух книг. Одна книга на карачаевском языке, другая книга на русском языке. И третья – «Готовиться к изданию не где-нибудь, а в городе Москва». Значит, я хочу у вас спросить, вот как это увлечение началось? Ну, спасибо вам, что вы пригласили меня на студию. Я очень рада. Ну, это увлечение у меня как бы с детства. У нас у мамы семеро было с папой детей, и я как бы среди них была самая такая шустрая, как бы. И вот это любила творчество, музыку. Все время как бы старалась. У нас была гармошка дома. Вот эта гармошка тоже сподвигнула меня писать стихи, потому что мама любила петь, играть на гармошке. И когда мне было 8 лет, она на рынке купила, все деньги отдала, купила гармошку и принесла. И вот с тех пор я играю, пою. Все время мама говорила, если даже меня не будет, доченька, пусть гармошка не лежит где-то, а всегда, чтобы клавиши играли. И вот как бы я свое творчество посвящаю своим родителям. И мне кажется, они очень рады. Те стихи, которые мне довелось прочитать ваши, они поражают своей глубиной, своей лиричностью. Мне бы хотелось узнать, какая тематика больше вам по душе? На что вы хотите обратить свое особое внимание? Ну, в основном это вот любовь к родителям, к родственникам, к сестре, к внучкам. У меня, когда родились внуки, и вот это пошло мне от внуков, считай. У меня так было вдохновение, радость, когда я держала комочек, вот как говорится, и вот у меня все писалось. Я знаю, что вы всегда пишете по настроению. Да. Все свои эмоции вы мне сказали, что передаете на бумагу. Да. У меня бывает, я работаю, шью, я шью, и рядышком у меня черновики. Вот. И там, когда я шью, бывает, что ко мне приходит вдохновение сразу же на работе. Я могу написать два-три стишочка или четверо стиши. Спасибо вам огромное. Я желаю вам дальнейших творческих успехов. Спасибо. И вдохновения. Спасибо. Я рада, что вы меня пригласили, и вам удачи. Спасибо. Счастья, любви всем желаю, чтобы мир был на земле, и счастливы были все дети. Я всегда так пишу. Спасибо. На этом я прощаюсь с вами, а через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск Вести Северный Кавказ. Затем вашему вниманию будут представлены программы русской редакции. А в 14.30 смотрите Вести с Аллой Динаевой. Удачного дня и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok